вот первый вопрос который я хотел задать самому себе но задам андрею это как в кору детского головного мозга вообще входит вот это явление знак да потому что вот я вот когда родился никаких знаков не помню да то есть потом и даже не помню как мне их внедрили да вот и и продорожные правила еще как-то вот этот процесс помню но сейчас вот когда ревизирую пытаюсь понять насколько же знаков я реагирую это какое-то огромное количество знаков начиная от букв и продолжая там дорожными знаками денежные вообще молчу вот как знаки проникают и как они там начинают разворачиваться и влиять на человек я попрошу сразу технические службы вы бы этот отключили нам динамик тут и так будет хорошо слышно и но не будет фонить если это возможно вот мы переходим к знакам если говорить про наше детство то сначала знаки это просто звуки они ничего не значат они сопровождают какие-то наши действия или действия взрослых вот мама что-нибудь делает кормит меня а мне там мало лет типа совсем нет месяца и мама говорит покушай кашу и у меня происходит ассоциация просто раздражение вот этого звукового который сопровождает те или иные действия и дальше я считаю уже магия начинается знака детского что когда можно произнести слова и таким образом совершить чудо потому что я кричу мама я еще в этот момент не знаю что такое мама вообще я думаю что многие помнят по своему детству к они выяснили вдруг что мама это не только у вас вот мы просто использовали этот звук и для нее это ребенка это очень магические такие вещи почему он верит сказкам в которых вот совершенно что-то происходит невозможное потому что в целом в его мире еще нету той объективной реальности которая нас так придавливают и не дает насладиться значит существованием и детскими годами и это происходит достаточно долго постепенно конечно мы начинаем понимать значение знаков но я напомню как трудно нам давалось элементарная какая-то математика или на тот же русский язык не обобщайте пожалуйста ну изначально ребенку сложно понять что значит два яблока два человека и так далее это требует некой абстрактные уже деятельности вот я сам дислексик я до восьми лет вообще не мог читать я для меня был вообще непонятно как можно эти буквы сложить во что-то и для меня это было совершенно чем-то чудесным я не понимал как люди читают то есть я уже был более когда вы разогнались ну разогнался я на самом деле я научился читать в один день вы только пишите кстати вот в детстве у меня было любимое занятие у деда моего который был гастроэнтеролог значит он его научные работы за не были вот эту желчи там брали у людей она там капала и вот эти капли превращались в графике их там по ним строили значит вот проводились исследования он в так силой токсикологическое еще работал как отравить так людей чтобы они довольны всем происходящее вот но я иронизирую но смысл в том что были эти бесконечные рулоны я не умею читать брал эти рулоны и как бы уверенным почерком записываем вот часами мне можно было посадить и он у вас остались я бы потренировалась мне тоже для к сожалению все это уже кануло да я сам иногда думаю про это как было бы прекрасно посмотреть на это дело вот самое сложное слово которое мы усваиваем состоит из одной буквы это слово я потому что никто не использует слова я по отношению к нам так как мы его используем то что никто не говорит я поел говорит мы говорим в утвердительных я поел имея ввиду себя а так говорят андрюша поел это ли поел там тогда и это история при которой мы вдруг начинаем понимать что знаки это что-то более существенное более значимое появление вот как бы нашей личности нашего самосознания такое начальное в кризисе трех лет происходит именно вот как по-научному интериализации этого слова внутрь самого себя и как бы испускание от самого себя вот но в целом этот процесс длительный я не случайно сказал про математику про все эти слова и так далее почему потому что вообще до десяти лет у нас мозг совсем другой он там много фаз претерпевает но с точки зрения знаков языка он принципиально другой у нас оба полушария до десяти лет говорящие то есть у нас есть язык и в правом полушарии и в левом полушарии к десяти годам он практически полностью а потом и окончательно и бесповоротно уходит в левое полушарие и правое полушарие лишается инструмента языка это дает ему очень много важных талантов в частности определения нового потому что знаки это что такое зачем вообще человечество стало их придумывать для того чтобы обобщать очень разнородные сигналы одним функционалом то есть люди бегают по-разному кошки бегают по-разному волки бегают по-разному там и так далее все друг от друга отличаются но мы все время говорим бежим бежим бегут бежит мы таким образом в одном слове что очень просто передаем я могу не знать зверя даже такого как его может вообще не существовать природе зверь бегун ну который бежит да какая-нибудь химера например химера мчалась значит и и конечно это способ упрощения с другой стороны чем вы становитесь более как бы сказать техничны то вы все свели до категории до определения для значения конкретных слов там и так далее тем сложнее вам увидеть новые потому что новое это то что возникает вот на разрыве этой ясности этой определенности там и так далее если я сейчас попрошу вас закрыть глаза и представить себе стул вот сколько здесь сидит людей сколько дедушки гастроэнтеролога мы не будем этого тебя дедушка когда мог бы тут нам сейчас устроить счастливую жизнь вот на военные врачи вы знаете и лечим и калечим это все наши процедуры вот и вы все у каждой здесь будут у всех разные свои собственные представления хотя зачем слова стул нужно чтобы был понятного функционал мы вы можете на пенек показать и говорить это у нас стул и человек на него сядет совершенно не испытывая при этом никого дискомфорта хотя в общем какой в этом это стук вот и к десяти годам мы переходим вот сферу этих абстрактных состояний когда знаки позволяют нам схватывать но мы хуже учимся после этого мы хуже усваиваем да мы к десяти годам очень неплохо владеем русским языком начиная в общем его учить так по большому счету с трех но по крайней мере как-то пытаться его более-менее осознанно целенаправленно использовать и почему дети которые переезжают за границу и в другую среду после десяти лет все равно остаются русскоговорящими с каким-то дополнительным языком вот потому что к этому моменту все мы пошли вот это штамповать знаками реальность и в этом смысле знаки выступают как ее ограничители как ее формализаторы это функционально но это делает нас с одной стороны скучными людьми более скудными да и есть да и нам сложнее ухватить новизну вот и я думаю что вы не раз сталкивались с тем когда кто-то пытался объяснить вам в чем там прелесть какого-нибудь художественного произведения в музее картины какой-то в чем прелесть музыкального произведения там и так далее когда требуется вызвать во мне ощущение обозначить ощущение я тут же испытываю сложности потому что она индивидуально а знаки они не наши они принадлежат сразу всем народное настояние кроме этой купюры она тоже как за это нет если бы она была индивидуальной то она перестала быть денежным знаком то есть если бы это было просто бумажка вот в которую бы играл только ее облагательниц играл вот если бы он только в нее играл то в этом случае она не не играла броль знака в этом смысле вид генштейн мой любимый философ он с одной стороны говорил что границы языка определяются границами моего мира границами у мира определяются границы моего языка а с другой стороны все время говорил об играх которые мы совершаем со знаками до тех пор пока мы верим что это денежный знак все вместе он является чем-то реальным как только мы говорим значит мы как в революцию там говорили там керенки не берем значит был денежный знак но перестал быть материальным потому что лишился функции денежного знака андрей но мы сейчас в экономическую плоскости про американский доллар не будем переводить наш разговор это был тонкий намек на нашу неусыпную борьбу так сказать с атропом а можно конечно вам можно мы спасибо повернем в плоскость 0 в объем например стресса устойчивости в этот детей перейдем ко взрослым людям и вернемся к магии к правому полушарию что происходит у взрослого человека ситуация смятения когда в нем как раз не хватает слов в голове и как знаки магия же да то есть это значит что есть какие-то два явления связи между которым мы не понимаем ну я могу так редуцировать магию вот что происходит и как мы можем опереться на знаки меня вот это больше всего на символы мы же ищем все равно эту опору но как раз знаки они и помогают нам найти эту опору потому что если он весь набор наших жизненных опытов не будет поименован и означен мы не сможем этим инструментом пользоваться будущем переживая какие-то там неприятные моменты мы же продумываем их мы их означиваем если бы мы их не означивали то это с одной стороны не позволял бы нам самим над ними подниматься и как бы сказать становиться в этом смысле сильнее с другой стороны мы бы не видели ситуации в которых снова может появиться вот та самая угроза вот другое дело что мы из-за того что инстинкт сам сохранение не был предназначен к тому чтобы у нас были знаки вот он начинает их очень активно использовалась и у людей возникают фобии возникают всякие панические атаки потому что если у человека просто приступ страха при этом сердцебиение там потливости ли там уголокружение там и так далее если бы он это не обозначал а просто бы переживал то он бы занимался спасением от опасности которая вызвала у него этот страх а так он может просто подумать вот я сейчас поеду куда-нибудь останусь там один все будут незнакомые люди а вдруг у меня заколотится сердце а вдруг у меня будет к окружении и дальше все это входит сложные смысловые цепочки а у кого сильно колодится сердце но очевидно у тех кто должен скоро умереть у кого кружится голова но это понятно что это предсмертельный сигнал хорошее описание влюбленности только чтобы кого колодится сердце установка должен скоро умереть да это вы другой инстинкт имейте ввиду а я имела все время карасу это он куда жизнеутверт более жизнеутверждающий вот хотя и в этой части большая основная часть сексуальных расстройств она связана как раз тем что человек обозначает свои состояния определенным образом которые начинают его программировать он начинает бояться что у него что-то не сработает я сейчас очень деликатно говорю учитывая разношерстную аудиторию детские книжки и так далее вот и одно слово что у него вот такое может привести к тому что он страдает уже тревожным расстройством в рамках своего полового инстинкта вот мы чуть позже как раз вот о влиянии знака поговорим вот мне пока дарья не перехватила слова хочется спросить а что значит ее кольцо которое на два пальца одевается а я вся подготовилась сегодня сейчас сюда станут да и вообще я готовилась к разговору какова роль какова роль знака и и дарья в вашей жизни и что на вас больше влияет это уже перехожу на личность уже переходим от абстракции какие-то конкретные примеры вот какова роль вашей жизни как формировалась эта роль знаков вашей жизни можете так элегантра элегантно прорефлексировать на эту тему сейчас элегантно будет как формировалась нам рассказал андрей у меня так же как у всех только мне кажется у меня была дисграфия не дизлексия поэтому я не видела своих ошибок я подготовила знаю что мы будем говорить о знаках и свою красоту обогатила значит намеком на кастет берегами и вот тут у меня еще есть чудесное не знаю будет его видно или нет череп да да это же символ мудрости которая сквозь смерть мудрость сильнее смерти вот кому-то кажется что я сатанист кто меня видит но это не так не поклонись и вещевали это совершенно не так я когда мы говорим про знаки и символы отношусь большой иронией который тоже как раз связано с и работает двух полушарий мне еще остался вопрос про стресс правильно ли я поняла андрея что лучше вербализовать и рассуждать вслух с другими людьми потому что мы можем можем думать о чем-то образами какими-то понятийными конструктами но это я себе шпаргалочку пишу ну вот с иронией то есть как человек тревожный очень я постоянно испытываю тревоги по всем возможным способам и поэтому я сама с собой хохочу нужным поводом а да по возможным вас вовсе не возможно и способами по всем возможным поводом идеально описали мы характере друг друга когда доска у слова до встречи попытки нас полуслов но вот и я тогда а вот в эти символы я как бы отгружаю свою тревогу я вот думаю например надо быть я я абсолютно никуда не ушла от первобытных людей в этом смысле как почти все мне кажется на самом деле но я иронизирую по этому поводу допустим вот какое-то путешествие ли надо быть ну не то что агро охранять свои границы да но может быть придется быть едкой но на всякий случай я посмотрел предыдущие интервью и думаю надо надеть кастет но так символически вот то есть я не могу сказать что это прям обереги но вот нас она при этом держать себя в руках я надеваю вериги вы видели очень красиво очень красиво да и для меня это такой символ лезвия бритвы вот какую ефремова помните когда он на красоте пишет там где ни в одну ни в другую крайность мы не можем уйти потому что здесь мы свалимся ну например в агрессию здесь мы свалимся в скованность а надо пройти вот по грани по лезвию бритвы и это напоминалки и у меня память плохая поэтому я все себе напоминаю в том числе таким образом и ответил на вашу только на мой взгляд часть ответа но хотелось бы полностью потому что напоминалки на руках все понятно но уже когда дело касается знаков которые ты ну не видишь но все равно они дома до или вот то есть часть знаков видимых есть невидимых они тоже материализованы например там дали распечатаны где-то лежат ну вот и вот распечатаны например то тоже вот вот эти вот тоже распечатаны это тоже распечатаны конечно нет еще еще нет я тренирую product placement на всякий случай на вот напоминалки функция понятно очень хорошая мне кажется и действительно я вижу в этом большую ценность особенно вас одобряет даже это электронный девайс вот хотелось бы копнуть глубже что еще кроме напоминалок был такой фрейзер который изучал собой все к первобытным людям который изучал миф и первобытную культуру и великолепно описал томов на 12 потом это никто не мог не то что прочитать даже купить он там сократил до какой-то адапташки я предполагаю что он должен был рыдать и быть в депрессии по этому поводу но это мои фантазии и он как эволюционист придерживался того что вот это первобытное магическое мышление она более примитивно по что дальше идет религиозное дальше какое рациональное да а после него был такой борислав малиновский не главное видите я не надела кольцо где было выгравировано да поэтому могу ошибиться его хотя бы да 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 и он вел такое понятие как функциональность мифа то есть если у нас есть какие-то суеверия какие-то ритуалы какие-то странности какой-то вот бред не в клиническом смысле словом и делом а что-то несуразное несуразицу то не нужно сразу это отметать надо посмотреть может быть есть какой-то смысл и вот до малиновский нам на мой взгляд это один из таких прям прорывных трудов в антропологии потому что он объяснил функциональность мифа и как только я послушала пересказ малиновского я сразу чтобы не блогер этого нет нет от блогера константина бундуровского который делал об обзор собственно по структуре мифа это даже не важно я просто чтобы не было каких-то высоких ожиданий ко мне на всякий случай никто не комплексовал так вот и и функциональность мифа функциональность ритуала функциональность любого способа управиться с тревогой например если я могу свою тревогу выгрузить я сейчас не только субъективно про себя говорю я говорю в принципе про практику людей там на своем примере выгрузить ее условно там в эту бутылку неважно какой ритуал за этим стоит а потом эту бутылку закрыть и например все тело энергии или вылить но там еще что если я таким образом получаю ключ к взаимодействию с тем что меня беспокоит и сохраняю свою более высокую функциональность ну например я могу тогда ездить на метро хотя люди у которых была паническая атака допустим в метро порой не могут больше туда спуститься и нам андрей описал да человек не может дышать сердцебиение вообще он ощущает что он умирает спас панической атакой но когда ты можешь как-то с этим управиться мне кажется это вообще шикарное изобретение ну эволюции что ты через символы получаешь возможность функционировать даже в каких-то тревожных обстоятельств новые степени свободы по сути конечно у тебя появляется поле выбора и даже если ты сам собой по секрету там не знаю пошел под душ там три раза прочитал стихотворение огни и борту ну например может это тебя спасает потому что мишки было хуже а зайкой вообще молчу там тревожно депрессивное расстройство на три поколения вперед понимаете ну то есть чтобы человека не выручала мне так кажется может быть это спорная позиция может быть вы со мной поспорите обязательно прекрасно потому что он остается в каком-то контакте со своей рациональностью убрав вот этот вот в кавычках морок который не давал ему взглянуть вербализовать проанализировать и так далее потому что извините я повторяю одно и то же просто когда мы допустим тревожимся или в смятении not в этих вот трудных очень неясных и аморфных чувствах наши тревоги они же не сразу словах они же как раз такие знаете какой язык тревоги он такой еще покажу вот такой понимаете ну и этот уф ну практически у всех так и пока мы это вербализуем пока мы получим к этому доступу потом из себя еще запрограммируем на фобию то есть примете там такой ход то получается опасный то степи на первом этапе вербализации ты во власти того знака чем нам андрей говорит а потом только ты оттуда вышел и кого спасает не знаю псалмы а кого огня борту кого бутылка с водой а кого правильная ручка с собой там допустим на переговоры или носки какая или волшебная купюра сколько людей в бизнесе абсолютно суеверных например ну потому что они такими магия магия мы не видим связи между событиями мы пытаемся установить ее так же как первобытные люди ну мне так кажется что так же или просто правом полушариям потому что и чуйка нужно вот можно сразу я чтобы пока не пришли к другой теме хочу с вами поспорить вот на 5 тысяч рублей например значит о том что эти окон для это это идея это идея за ближайшие 10 лет тут а идея которую вы высказали о целительности этого функционала для обретения степеней свободы и внутреннего состояния что она ближайшие 10 лет не перейдет в научные оборота и в нормальную психологическую практику нам десять лет этого ждать хорошо когда я говорю что мы магии называем неясную связь между событиями я это и имею ввиду что слушайте если бы мы как-то все немножко утрудились и вот все вы кто здесь и все кто нас смотрит вы денис андреи и все-таки носили бы энцефалограф набирали то скоро будет большие данные у нас как раз была тема недавно можно как-то серьезнее то мы верили бы больше данных которые бы показывали активность лишь как нейропсихолог я сказал нейропсихолог завистник я все описала что нужно показывали бы вот эту связь что вот там где у нас вот этот язык тоже андрей все все рассказал что из правополушария речевая функция уходит им я и именно наша целостное восприятие ситуации который называют интуитивным она теряет речь то есть вот я как в анекдоте про василь иванович помните который сдавал экзамен и не сдал и не сдал этот экзамен потому что вы ему задали вопрос сколько будет 0 5 плюс 1 2 и могут и нутром чую литра будет вот интуиция ну то есть у него это сложилось вот да вот в образах а как доказать не знаю вот и мы гораздо чаще много раз в день оказываемся в этой ситуации как василь иванович я не буду рассказывать что мне символизирует а к вопросу расскажу все таки я в вифлееме увидела в лавке кольцо о котором я мечтала кольцо соломона все проходит пройдет это вы наверно знаете эту фразу ячек импульсивный ну то есть тревожный импульсивные без энцефалографа вот хожу по улицам вифлеема ну там недолго там два метра проходишь из автобуса в магазин и не обратно да 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 не я не отдалялась я же тревожна ну вот и вы представляете я увидел это кольцо и мы там какое-то это была заминка размеры там то все я потом в общем бы я как-то по подобрала там обещала себе что сейчас я схудну для этого кольца ну все нормально и я не прочитала текст мне мама всегда говорила даша там она мне две вещи говорила даша думай как воду глядела знаете вот и вот что нужно прочитать написано прочитай но я уже в москве значит думаю почитаю кольцо на ночь там две такие два на одном основании два колечка крутится и тут я читаю на первом написано это пройдет и это пройдет то есть вместо философии я купила кольцо абсолютно мистическое дайте там же нет от общего к частному все проходит пройдет это от общего к частному а тут от частного часто это пройдет и это пройдет а на втором написано господи спаси и сохрани вот мне кажется все что нам надо знать о магии представляете вифлееме прикупила спасибо да дарья андрей надо немножко к серьезности вернуться и повысить градус дискуссии чуть-чуть да то а то нас в юмористическую передачу запишут будут больше рейтингами ну кстати хороший вариант тогда продолжу культура книги это дано у нас полу ним будет завтра в 17 18 часов можно будет тоже всем присоединиться если захотите а все-таки сейчас я могу сегодня начать готовить и поливать всех из бутылочки вот этой вот вот той самой это называется культурной интервенции то чем это профессионально занимается дарья значит мы можем у нее только учиться и со склонив голову в позиции ученика вот но если она будет знаком одиозные фигуры фестиваля книжной мая петербурга самое в берегах и с колечком из вифлеема да то есть это за и запомнят все наши зрители следите за дарья отдельно она сегодня со мной ведет тоже интервью в 22 00 значит цена одержимости мы тоже изучим эту тему но все-таки влияние знака на жизнь андрей вот как удержаться в разумном балансе потому что одно дело ты на дороге едешь и все равно нарушаешь там чтобы тебе там не говорили да иногда не нарушаешь и вот это вот такая тонкая грань когда ты один и тот же знак а сейчас он тебя действует почему-то потому что решил все сейчас туда не поеду там кирпич а сюда поеду там кирпич да вот умоляю пожалуйста от нужно одну секундочку я бы дальше буду молчать мы вывели в семье две категории знаков у раз уж успокоились по поводу дорожных знаков значит есть знаки и усиленные знаки вот если стоит знак кирпич и он усилен сотрудником дпс вот он имеет великую сушки на сотрудник дпс это что же сплошные знаки надет него катафоты он нарядный ну у него атрибуты у врачей глаза горят их атрибуты слушайте белый халат кирпича горят вы же поработали в клинике конечно ну каин белый халат вот и я работала в белый халат это так важно ну то есть кто первым надел кто-то врач там есть но там тоже нюансы а если у тебя просто белый халат это еще не все есть у тебя белый халат с открывашкой двери в кармашке ключ да ну вот и это уже это колоссальная власть колоссальная вот идешь и понимаешь что ты можешь от мне ты боишься открыть ты туда не поешь но ты знаешь что это про буйных правильно я так понимаю меня там как повезет так вот усиленные знаки и и и и просто знаки мы знаки усиливаются камерами сотрудниками ключами и суевериями все вот про поиск баланса все-таки я привел пример то что один тот же знак он имеет разное влияние на человека может поскольку нас смотрят разные зрители и они ищут какую-нибудь функциональную пользу в нашем разговоре не только эстетическое эмоциональное психологическое наслаждение от вашего и моего надеюсь чувство юмора вот вот как этот баланса удерживать и вообще наука что-нибудь в принципе может быть психологическое рекомендует вот на эти знаки обращайте внимание на это не обращайте внимание или вообще очень осторожнее со знаками вот какой подход обычному человеку потому что в некоторых случаях возникает вот эта зависимость человек начинает все больше и больше надевать на себя велика значит каких-то вот обозначать свое жилище разными памятками и он уже все помнит но ничего не делал при этом с точки зрения созидания своей жизни я сейчас чуть-чуть откачусь чтобы на дашим вопрос ответить по поводу все абсолютно тени да значит и дело в том что за эмоциональную наш составляющие отвечают вообще подкорковые ядра да то есть вот если мы говорим правые левые полушария это кора головного мозга под ней находится вот мозг млекопитающих который состоит из ядер каждый из которых отвечает за те или иные функции важные для выживания как базальные которые базальные я труда ядра чистый изумруд миндалины и прочее прочее все что отвечает молчу да вот все отвечает за страхи наши за разные переживания за возбуждение за любовь и она точно там также начинается и вот и значит если бы у нас не было коры то мы были бы очень счастливыми существами потому что с одной стороны мы бы не помнили все плохое а кандинский как мы без коры кандинским наслаждались ну это уже такое наслаждение надо учиться а у нас был бы очень простое поел счастлив тепло счастлив и так далее вот а тут надо столько всего претерпеть чтобы начать какое-то удовольствие получать вот поэтому первое что мы должны понять что значительной степени сами эти страхи это с которыми мы живем они обусловлены как раз знаками потому что вот опять же возвращаясь к панической атаки в метро и да и страху страх смерти но у животного не может быть страха смерти потому что она не понимает смерть мы ее тоже не понимаем честно говоря никто там не был никто ну полиги ну по легенде были но в общем короче говоря мы не в курсе чтобы кто-то оттуда возвращался и мог нам рассказать как там все происходит и вот и конечно все что мы думаем про то что с нами будет после смерти сразу всех хочу предупредить не переживайте вас не будет после смерти поэтому что с вами там будет не надо переживать но значит мы все равно переживаем по поводу того что с нами случится к нас не будет и этот страх это не будет про это вопрос да и хорошо вот и это страх это знак страх про знаки понимаете и мы сначала создаем высокую страх божий у нас опять там звали отозвались мистера знаки продолжали с нами разговаривать что такой страх божий ну то есть это же реально люди испытывают страх да значит даже описаны случаи когда вот там от воду этих ритуалов из-за психического стресса вызванного нарушением там тотемных каких-то действий примитивные люди вот умирали ну то есть если бы они были примитивные люди умирали и в наше время тоже нет это они делают регулярно у них они как мере лемминги примитивные люди идут на так сказать но если серьезно говорить то действительно мы сначала создаем то чего мы будем бояться а потом мы создаем ритуалы для того чтобы этого не бояться вот и тут действительно как бы может на в пире пире как это сказать перри трудиться вот на создавая таких ритуалов которые сами по себе это вообще про не уже не ритуал а страх если я этого не будет той ручки не будет того то знать все полетит тартарары то есть я просто свой страх и радиирую на за на элементы защиты но сами по себе они тоже оказываются страхом вот не то я делал там не туда забыл ключи вернуть это дверь закрыть вернулся значит посмотрел в зеркало и все и все да и так далее и люди боятся уже того что должны их защитить от того чего что они боятся сет такая ритуалы это страхи 2 ну там они 2 на самом деле но уже там такого дополнительного порядка и мы хватаемся за них и мы их это трясемся что вот у нас там что-то будет не так и вот это уже конечно чистой воды такая невротичность хотя конечно понимаете вот знаки сколько в нашей жизни было событий связанных там с какой-то музыкой влюбленность какая-то еще что-то да там кто что называют наши песни там или еще что-то сколько у нас было каких-то там я не знаю счастливых переживаний моментов и какие-то предметы символизирующие или как бы из того времени они как бы даже более значимы чем фотографии фотографии ты смотришь ты сразу как бы а тут ты берешь этот элемент и он значит для тебя он знак того твоего жизненного события это симпатическая контагиозная магия описанная фрейзером как раз либо что-то было в контакте либо похоже вот наша сейчас одержимость фотографиями то что похоже и что-то что вот не знаю эту ручку она была в этом разговоре я конечно не буду больше писать я сохраню передам правнукам допустим вот поэтому я собственно закончил мысль я бы на ритуалы сильно не полагался потому что они сами по себе становятся проблематичными все вот ритуалы которые наши антропологи описывают и фрейзер и и и многие другие левистросы там и так далее эти ритуалы они все-таки социальные то есть это результат некого взаимодействия это не просто я с каким-то предметом это 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 социальное действие да эти ритуалы и это же все другие люди наводят порчу она его сглазила да это это характеристика отношений которые возникли между людьми но которые можно придать вот такую более драматическую форму что позволит этого человека номинировать как колдуна и сжечь или как подлеца и плохо к нему относиться там и так далее язык очень опасная штука язык это то что маркирует то что прибивает то что и вот если мы оказываемся в плену этих языковых конструкций это превращается но зачастую в проблему потому что мы перестаем слышать мы постаем различать какие-то действительные движения реальности за этими своими с выстроенными и кажущиеся нам оправданными знаковыми картинами мира логическими до умозаключения которые мы построили вот поэтому я не как бы сказать если было бы возможно быть генштейн его считают автором лингвистического поворота философии в двадцатом веке я бы вот ее бы как-то как хотелось бы ее завернуть но вот важная вещь я мысль у меня просто было и по все равно забуду поэтому сразу сейчас скажу значит вот сейчас проблема состоит в том что вот милиционер знак дорожный там и так далее они раньше люди относились более трепетно и к сотруднику и к знаку и к учителю и к врачу их белому халату до полицейской так далее да но значит они все относились почему потому что у нас был социальный ритуал на то есть если мы идем к врачу социальный ритуал сиди жди врач вы до гугла вами это да да вот именно до бесконечности было было это и если говорить про нынешнее время то сейчас все знаки стали очень зыбкими значит вот раньше можно было четко понять вот чек говорит что он верится в бога можно было сразу спросить его какого вероисповедания там ортодокс не ортодокс там это и сразу все знать там про него сейчас есть те говорит что он верит но когда это вообще ну вообще посчитайте он вам ничего не сказал да да вот потому что мы не понимаем что за знаком у него скрывается и мы к знаком стали относиться совершенно обыскать в этом смысле и в этом повинен конечно постмодерн вот вся эта деконструкция которая была произведена с разрушением этих глобальных нарративов вот разрушились нарративы разрушил разрушил социальной иерархии и знаки стали таким перевертывшими да и вот для меня например это впервые у меня было ощущение значит появились первые фильмы какие-то би-би-си на еще таком уже раннесоветском позднесоветском или тарани российском телевидении и там значит был такой какой-то игрушечный динозавр который нашел поэтому по берегу нарисованному вот и там какие-то были объекты реальные какие-то нет и дроздов своим милым голосом рассказывал его динозавр идет она попьет час водеечку там еще сидит сестра моей которые там еще нету к этому моменту 10 лет смотрит на это и я вдруг понимаю что она никогда не будет знать что динозавров мы не видели а это как только видела это же очевидно было да она видит как бы документальный фильм значит и вот это началось как бы происходить это подмена а сейчас она вообще когда мы смотрим фильмы какие там самые вопиющие ларс фон триер новости это это вы говорите хорошие а я говорю вопиющие вот когда условно говоря рассказывают там короля артуры показывают его двор и там на половину российский двор показывают и там стоят его прислужницы накрашенные современными тенями на времена но самое главное что они стоят с черным цветом кожи и там с монголоидным разрезом лица конечно потому что требования же для оскара вот формулировали до культурный кода дальше это собственно говоря если мы можем себе представить что там екатерина великая была чернокожая женщина то нам очень сложно будет многие вещи объяснить людям то есть это же на самом деле тоже знак на и происходит это размывание петра великого действительно понимаете действительно но вот и тогда его особенность его приходится его особенность ним не был не было бы возможности продемонстрировать и вся история про это рушится потому что если там все были на пол через одного ровно под оскар а вот иющее вы исторические фильмы называете с такой реконструкции очень любопытный ну ну да если это можно назвать реконструкции вот но на самом деле вот не конструкция вот мета модерна он как раз его основная суть что можно совмещать несовместимые вещи значит мы сейчас смотрим как героические саги мультики про ну так с комиксов то есть это даже не было текстом насколько я бы я небольшой специалист вот и не хочу никого ранить но сейчас они смотрятся просто как это реально если спросить человека какая у тебя первая мысль когда тебе говорят спаситель кто я боюсь что большинство будет страж галактики они эти как его ну да не тот который вот и это вот такой разве то как мы красиво говорим да мы вообще мы идем по лезвию если мы если мы распространим это видео среди особая аудитория то она будет просто значит чепчики бросать в воздух снимите пожалуйста на видео и пришлите нам чепчики это будет знак вот поэтому сейчас проблемы со знаками она проблема состоит в том что они же структурировали вообще что такое мораль нравственность совесть это же вещи которые стоят на знаках тоже вот если это перестает функционировать как строгий конструкт до который предполагает ясное понимание значение этого знака все это к чертовой матери летит то есть знаковый какой-то калейдоскоп получать может религии бренды знаки дороги хорошо тогда может деньгами вообще непонятно криптовалюты это я понимаю все это что такое уже это деньги и знака там нет ну то есть как бы там есть как раз вы не знаете какой город там напечатать нас это очень тревожит не на самом деле они же просто и у них же нету стоимости ее никто не гарантирует эту стоимость то есть это какая-то такая вот мы верим вот в эту компьютерную программу которая производит вот некие единицы веру им веру им до в некие единицы вот но они уже не являются знаками денег как таковых то есть они лишились национального своего как бы но обычно вообще деньги должен имитировать банк национальный ну там или федеральная служба резервная я к следующему году сделаю себе новое кольцо вместо того она будет написано крупно выгравирована казалось бы и к любой фразе можно будет просто и и попрошу заказать вам бегущую строку ну смысле чтоб человек такой бежал вот так вот отсюда сюда и у него было бы написано на плакате казалось бы вот должен она можно там спать и сохранить можно по внутренней части я так поняла что знаете круг замкнулся такое горе от ума началось и потом она как бы зашло на другой круг потому что когда все в знаках это ригидная жесткая система мы в нее не помещаемся а когда этих знаков слишком много и непонятно то ли а в кроссовках пума это одна идентификация там допустим в лаптях в кроссовках пума на одной ноге и в лаптях на другой белый халат и ключ ну да 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 это кома а у меня такой вопрос если можно по под конец это как раз а кстати в вас утешил андрей потому что пока вы говорили про деньги дорожные знаки андрей как бы намекнул нам всем что вы успокойтесь каждое слово знак каждая буква знак ну то есть это да да я уже было что разговор магия слова продолжается параллельно тут замешано несколько контекстов поэтому это мне вполне устраивает я что блинешь не обязательно правда про символику предметов и у меня вопрос и андрей к вам и к вам денис вот когда вы умрете как когда нет это не конец вопроса вы я надеюсь в широком кругу и там или в каком-то кругу как вы себе это видите или может быть вы об этом не думали останетесь каких-то цитатах вот в каких бы цитатах это же тоже будет знак потому что это какая-то это какая-то ассоциация это встроиться вот в эти вот смысловые цепочки в каких бы цитатах одну или две хотят приведите в пример вы хотели бы остаться как чтобы они были когда вас не будет я понизила градус юмора вообще сейчас мы ну я могу дать андрею подумать то что у меня эти цитаты заготовлены я же знал как вопрос вранье заготовлены так ну я просто думал дарь если придет она может такую вопрос это это репутация да 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 это уже а за есмь денис свят алексеевич котов воистину вот мне кажется вполне цитата вполне обо всех детей внуков и правнуков денис алексеевич нет второе станет и переменной который хочешь увидеть в жизни это махатма ганди мне станет от той переменной который хочешь увидеть станет и переменной который хочешь выременной переменной переменной как математике можно и так но лучше перемены да да спасибо денис андрей но вот честно говоря я всегда с огромным восторгом смотрю на то что денис делает вот потому что это единое всегда это не перемена это спасение вот спасение книги например потому что она уже конечно мрет как просто да как знак на и я боюсь что скоро конечно они будут восприниматься как знак вот чего-то такого не нашего мания накопительства еще останется нормально ну в целом пожилых вот это если как-то после меня останется то что я пытался что-то сохранять мышление как такую практику пытался сохранить душевное здоровье пытался сохранить какое-то такое отношение к жизни у людей когда они находят в ней смысл и не чувствуются одинокими поэтому моя у меня очень просто сохраняй все что хранить до мне будет положено место одном тренде я предлагаю вот на этой прекрасной ноте высокой зафиксировать что наша сегодняшняя встреча оказалась абсолютно знаковой и по сути то видео которое будет его можно держать на рабочем столе своего компьютера что когда у вас плохое настроение можно не отдельно депрессивный синдром или же паническая атака то включать его в качестве такого знака который в течение часа отрегулирует всю вашу психосоматику это я не гарантирую и никто не гарантирует да но если не повредит да да это по крайней мере самые самые не инвазивные да значит вмешательства в вашу жизнь вот поэтому смотрите книжный маяк петербурга посещайте наши мероприятия во время фестиваля который сейчас идет в петербурге и в русскоязычном пространстве интернета я благодарю наших друзей и гостей благодарю зрителей и пособравшихся в кластере игры разума прекрасно улице достоевского дом 19 если вы в петербурге и здесь еще не были это подозрительно возможно на счета ваш разум не играет насчет вопрос его или уже сыграл или уже до отыграл вот благодарю вас всех продолжаем фестиваль смотрите на сайте фестиваля программу все мероприятия для посещения бесплатные и просмотры бесплатные но не всегда свободные потому что только счастливчики первые зарегистрировавшиеся на нашем сайте помещаются в наших небольших пространствах физических спасибо друзья спасибо предстоит Продолжение следует...